7 июня президент России Владимир Путин 16-й раз пообщается с народом на традиционной прямой линии. В прошлом году глава государства ответил на 73 вопроса про дороги, коррупцию, экологию, зарплаты, медицину, бурократию. А в этом году к ним обратились в том числе и многочисленные поклонники Армена Джигарханена. В распоряжении Дни УРУ оказался текст открытого письма, адресованного почитателями легендарного актера президенту страны. Считаем необходимым обратиться именно к вам, как президенту страны. Человеку, который очень трепетно относится к памяти, чести и достоинству, вы в своих выступлениях демонстрировали всегда уважение к тем, кто внес вклад в культуру, историю, искусство и в другие сферы жизни нашей страны. Поэтому именно через обращение к вам возможно добиться изменения ситуации и заострения внимания на том, что все происходящее в настоящее время – это уже некое неконтролируемое безумие в сфере СМИ, которое и становится неуправляемой нормой жизни. С таких слов начинается обращение уже на протяжении шести месяцев имя заслуженного актера Армена Борисовича Джигарханена не сходит с экранов телевизоров. В СМИ из частной истории тиражируют и создают шоу. В качестве экспертов привлекаются личности, которые обрели популярность за счет скандальных историй и все свое свободное время проводят на ток-шоу, выступая экспертами, давая характеристику заслуженным и известным людям, пишут авторы послания. Важно не упускать из внимания, что мастеру уже 82 года. Неужели наше общество настолько деградировало, что мы устраиваем публичную травлю и оскверняем имя Метро, некогда являющегося кумиром огромной страны под названием СССР? Неужели мы настолько потеряли и совесть, и духовность, что не щадим человека, жизнь которого может оборваться в любой день и в силу? Частная жизнь и неприкосновенность частной жизни согласно статье 23 Конституции Российской Федерации – это гарантированное право. Однако публично, на глазах всего общества страны, это право нарушается и это вызывает страх, тревогу, непонимание, как в лице генерального директора К. Эрнста и А. Златопольского Под их руководством демонстрируется нарушение основного закона страны. Уважаемый Владимир Владимирович, остановите это явление в СМИ, которое по написанному сценарию из меркантильных соображений для материального обогащения превращается в смертельную машину, которая создает... Это уже становится общественной болезнью и издевательством над сознанием людей, мы требуем уважения к деятелям культуры и искусства, мы требуем неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан нашей страны, требуем ужесточить законы касательно СМИ и остановить со стороны СМИ вмешательство в частную жизнь, осквернение памяти людей, которых нет в живых, кто доживает свой век, говорится в открытом письме.